Привет, привет, добро пожаловать в новый влог. Я сейчас сижу и за окном идет первый снег. И сразу такое предновогоднее настроение. Я, пожалуй, сегодня начну украшать дом. По чуть-чуть. Буду растягивать удовольствие. И к Рождеству мы поставим большую, пушистую, живую елку. За две недели я практически не брала камеру в руки. На это были определенные причины. И по большей части я занималась домом, семьей, бытом и работой вне камеры. И также мы успели отсидеть карантин. Воспитательница Игната заболела и автоматически все детей отправили на карантин. И также всех работников детского сада. Причем так интересно, я, Томак и Захар могли спокойно куда-то выходить. Но мы решили лишний раз никуда не высовываться. Я только выгуливала собаку так подальше от людей, чтобы ни с кем не сталкиваться. Ну у нас тут выходишь и попробуй еще кого-то встретить. И я позвонила на горячую линию, спросила, нужно ли устанавливать специальное приложение для контроля. Сказали, нет, ждите полицию. К нам два раза позвонили, точнее ко мне. Я никого не агитирую покидать дом. Если нужно сидеть на карантине, просто делюсь тем, как это было с нами. Мне только позвонили, спросили, как дела, как мы себя чувствуем. И на этом все. Но я знаю, что в некоторые семьи из нашего детского сада приезжала полиция прям со звонком в дверь, покажите ребенка и так далее. Но тут дело даже не в штрафах или в какой-то честности. А надо, значит надо. Мы сидели, еще за это время у Захара поднялась температура до 40, держалась несколько дней. Я позвонила педиатру и говорю, ну что делать, нет никаких симптомов, куда обращаться. И он сказал, что, к сожалению, один ребенок находится на карантине и нас, скорее всего, тоже нигде не примут. И он тоже не может к нам приехать. Поэтому мы отправились, сделали тесты, они оказались отрицательными. И приехал педиатр, тоже ничего не нашел. И говорит, ну пусть потемпературит несколько дней. Здесь не бьют тревогу, если ребенок температурит 3-4 дня. Ну потом уже начинают выяснять. Но спустя 4 дня температура пошла на спад. И просто я так понимаю, что организм сам справился. Я давала много пить ребенку, витамин С и все. Ну время такое, знаете, осень, зима. Многие болеют, цепляют ангины и так далее. У кого-то это развивается в нечто большее, у кого-то вот так вот потемпературит. И на этом все. Так что хорошо, что так все закончилось. И даже настроение лучше, знаете, когда все здоровы и все нормально. Мой мир не будет прежним. Недавно у своей знакомой увидела, как она делает сырники. Сначала формирует такие как бы колбаски из творога, из вот этой готовой массы. И разрезает их. А потом у Лены 864 в инстаграме была ссылка на рецепт. Я так понимаю, шеф-повара. И он поделился секретами. Я уже второй раз готовлю сырники по этому рецепту. Оставлю вам тоже ссылку в описании. Так что сегодня у нас на завтрак вот такие румяные сырнички. Я сегодня так выспалась, столько энергии и сил. С самого утра уже кучу всего переделала, пока Томак смотрит сериал. Отдыхает. Очень насыщенная неделя у нас была. Дети у соседских детей играются. Я тут в спокойной обстановке готовлю обед. Помните, я показывала вам вот этот пресс для бургеров? И рассказывала, в принципе, как им пользоваться. То есть большие бургеры делаются там по инструкции. Все очень просто. Но сегодня я также по-быстрому сформировала вот такие котлетки. Я утку не ем, и дети тоже. Но Томак любит. И мы сделаем это мясо, а у нас будут телячьи котлеты. Как только попадаю на этот деликатес, обязательно беру домой. Не забивала вкус самих продуктов. Использовала только соль и перец. И гляньте, как быстро можно сделать вот такие ровненькие котлеты. Не заморачиваясь. Просто кладу сюда фарш. Это вот отдельно, да. Так. Придавливаешь со второй стороны. И получается вот сразу такая ровная котлета. Небольшой лайфхак. Но мне в кухне помогает. Особенно, когда супер лень. Счастье-то какое. И сегодня мальчики проснулись. Утром увидели снег. Даже не завтракали, оделись. И побежали играть. У нас в Кракове открылся еще один магазин с мелочью. Ну, там можно нанести все. Называется он Тедди. Я была там где-то месяц тому назад. И купила несколько очень классных штучек. Также на дня забежала в Пепко. Это тоже супер недорогой магазин. Я там и для детишек часто что-то покупаю из одежды. В садик там или для дома. И зимний, новогодний декор, конечно же, прихватила. Помимо рождественского венка у входа поставлю деревянную елочку. Вот эти вот три штуки я купила как раз в Тедди. И можно зажигать, а можно и нет. Они на батарейках. Эти украшения можно где угодно поставить в принципе в доме. Но я подумала, что такого у нас еще не было. И в принципе у двери ничего сейчас не располагается. Так что будем создавать композицию еще и там. Через два дня ко мне приедет Настя. Будем с детьми печь пряники. И я уже несколько раз так делала. Покупаю что-то себе и ей. У нас тоже есть одинаковые кружки. И была в Пепку, увидела вот эти. Вообще там было несколько очень прикольных. Но я выбрала для нас на Новый год вот такие. Такие же чашечки также были в белом цвете. Но мне захотелось почему-то взять красную. Так что для меня и для нее еще две вот такие звезды. Я вам много раз говорила, что они дают очень красивый, интересный свет. Себе взяла серебристую. У меня просто красная скатерть. А Настя красненькую. Была еще и золотая. Для кухни взяла хлопковое полотенце в красном цвете. Они будут хорошо впитывать влагу. Помимо этого были еще и серые. И для красивого стола. Там все возможные скатерти. Какие-то также наволочки для подушек. В общем, все, чего душа пожелает. Я такого ассортимента в Пепку еще никогда не видела. Они к этому Новому году, к Рождеству особенно постарались. И радует то, что это совершенно недорогой магазин. Это у меня вот блестящая дорожка. Я сегодня как раз ее разложу. Еще нам пригодится искусственный снег. Это из Тедди с серебристыми звездочками. Они есть у нас разных-разных цветов. А это мне напоминает снежный шар. И на самом деле это гипсовая штука. И внутри битое стекло. Остальное я покупала для рождественских веночков. Можно и на елку повесить, если захочется. Но мы будем приклеивать их на наш каркас. Наверное, в каком-то из следующих влогов. Еще в Пепку нашла большой силиконовый красный коврик для теста. Но цвет не особо важен. Просто когда я с детьми что-то делаю, нам одного не хватает. Этот для духовки не годится. Девчонки писали, что в фикс прайсе есть такие же, как на Алиэкспресс. Поэтому если не хотите ждать, а вам нужен коврик для выпечки, то загляните в фикс прайс. И начну я свое волшебство с этого уголка. Этот букет мне подарил муж на наш юбилей. Он хоть из-за сок, но я думаю, что пришло время с ним попрощаться. Не хватает мне, конечно, живой хвои. Но буду спасаться тем, что у меня есть. Это декорация, которая была использована в прошлом году для запаковки подарков. Поэтому пока нет живой елочки, добавим эту. И, пожалуй, средний домик я поменяю на поменьше. Со второй стороны поставлю новогоднюю свечу. Кстати, сейчас только обратила внимание, что и здесь эти зимние ягоды со второй стороны получаются. Может, и оставлю их. Но свеча сюда хорошо впишется. Была у меня еще одна такая деревяшка. Оставим ее и снежный шар. Крутила, вертела, и вот финальный результат. Мне нравится, как это выглядит. Также решила поменять здесь и шишку. Добавила еще одну веточку. Пока нет живой елки. И поближе сейчас вам покажу здесь. Все-таки мне больше нравится, когда некоторые игрушки как бы сгруппированы вместе. Поэтому соединила вот шарики, бубенчик, шишки разные. Добавила тоже подарочек. И вот, в принципе, то, что у меня получилось. Я думаю, что дети будут в восторге. Но и мне тоже нравится. Вы знаете, мне больше всего по душе какие-то совсем лаконичные украшения. Но я хочу, чтобы у детей было вот это ощущение праздника. Чтобы им было интересно, чтобы они все это разглядывали. Они не так любят все это украшать со мной. Но когда мы делали рождественские веночки с ними, я поняла, что вся моя лаконичность, такая инстаграмная какая-то картинка, это не совсем для детей. Поэтому я в первую очередь стараюсь для них. И по центру я поставлю вот эту свечу в форме звезды. Вот так у меня по-зимнему получается. Они слишком наляписто, как мне кажется. И потом уже к Рождеству я сделала что-то более нарядное. А еще нашла у себя такие как бы мини-подарочки. И решила их добавить сюда и к тем домикам, которые расставлялась чуть ранее. Самое время повесить наш календарь. А носок повешу на входной двери. Я нашла прозрачные крючки, которые можно приклеить. То есть снимается здесь защитная пленка. И для того, чтобы это потом отделить, нужно поддеть чем-то типа ножом, чем-то таким. Но не будет видно. В принципе, он не будет мешать, я думаю. И носок собственной персоной. Подоставала все свои новогодние подушки. Некоторым из них уже 4-3 года. Вот, например, эта у нас была еще на прошлой квартире. Только изначально она была с губенчиками. Очень ее люблю, она ручной работы. Я отдельно докупила вот такие как бы бусинки. Нужно их пришить. Эту покупала в H&M. Это тоже с какой-то распродажи. Вот эту я вообще заказывала из Америки. Эту отхватила в этом году в TK Maxx. Показывала вам в отдельном видео. Это из Юска и еще одна из Икеи. То есть, видите, у меня такой микс. И часть из этих подушек еще отправится и ко мне в комнату, и также, наверное, в спальню. Пришло время заняться этим уголком. Поехали! Это супер вещь, которая также не дает покоя постоянно кому-то. Кто-то сюда вечно из малых лазит. Ну, я видела, что Игнат перекладывает как-то эти цвета. Но со временем они еще и растерялись. В общем, удобная вещь где-то увидите. Обязательно возьмите. Здесь и метр есть, и все для шитья, и наперсток, и булавки, и такие базовые цвета ниток. Выручала меня миллион раз. Продолжение следует... Приехала моя наволочка из Алиэкспресс. Кстати, очень красивая, но она все-таки... Вот это я показала, да? Вот так. Но по цвету она мне не совсем подходит. У меня все такое жемчужно-бело-красно-бордовое, а она все-таки теплая. И я оставлю ее к тому комплекту подушек, который был. Вот этому. Кстати, очень классные наволочки. Но все же я буду покупать только на распродаже, а не из Зары Хоум, насколько я помню. А, у меня есть такая из натурального меха. Блин, это же ее положи, и ее приходует Мика, сто процентов. Потом буду еще собирать пух. Да, кажется, в этом году я отбойдусь до стой подушки. Вот он мой пушистик. Я сейчас еще его вычешу, он будет вообще красивым. И добавлю новый плед. И вот такой комплект в этом году. Еще хочу купить сюда вот этот традиционный рождественник. Но пока его нет, поставлю свой шар. Мне даже интересно, как долго он простоит у нас. Потому что мальчикам очень интересно. Ну и пусть. Разобьют, так разобьют. Жалко, конечно, будет. Но это дети. Ну вы помните, да? Что здесь еще должны быть звезды. Но Томак не приезжает. Мика, почему снова перестановка, да? Мими. Отлично, новое лежбище. Главное, что... Микусе здесь тепло, так приятненько лежать, да? Ты меня во всем поддержишь, моя мама. Идем гулять с Микусе и продолжим. И моя крошка. Это моя крошка. Выжига. Такая крошечка моя. Мама была здесь до трех. Ой, только посмотрите, что у меня готово. Я надеюсь, что вы уже видели новое видео с рецептами. И оно уже есть на моем канале. Это домашняя шарлотка. Такой аромат. Я думаю, что Томак очень обрадуется, когда придет. Потому что это самый его любимый пирог. Он часто заказывает везде шарлотку. А тут дома и так много. У нас уже следующий день. Я думаю, что цензура такого бы не пропустила. Помните, я показывала подсвечник? Покупала его в Икее. Он большой. Но его нужно было сложить. И это оказалось не так-то просто. Вот эти все дверцы были отдельные. Вот это и вот это. Ручка. И я, конечно, изначально одну дверцу вставила неправильно. И, короче, все там не сходилось. Потом уже пришел Томак. Давай его там разгибать как-то, выгибать. Это все железячка. И, господи, и отвертки. Чего мы только не использовали. Чтобы рассоединить эти элементы. Собрали теперь вот все стеклянные элементы зацапаны. Короче, такая лабуда. Не покупайте, я вам серьезно говорю. И теперь еще не закрывается. Просто отлично. Ну, ладно, буду его использовать так, как купила. Что ж, теперь выбрасывать. Тем более он будет стоять. Уже никто его не будет сто раз складывать, раскладывать. Так что сейчас идем украшать все у двери. Как видите, сейчас у двери ничего нет. Давайте менять эту серость на праздник. Кстати, веночек я сохраню, потому что он из сухоцветов. И я думаю, что потом он как-то мне еще пригодится. Или переделаю, оставлю только каркас. Или вот эти элементы тоже куда-то приспособлю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так это выглядит днем. Но вечером, конечно, лучше эффект, и мы обязательно вернемся с вами. Так, приехала моя покупочка, которую я совершила на Черную пятницу. Это теплая обувь. Это не бартер, это не реклама. Я тоже клиент Answer, и сейчас покажу, что я выбрала. Я смотрю на них, и не могу перестать смеяться. Это ботинки Moon Boot. У меня есть и Уги, и Нуйки. Очень классные, тепленькие, комфортные. Но на прогулке с Микусей... Боже, это так смешно! В общем, с Микусей мне жалко в них ходить. И я искала нечто более практичное, супер теплое. Чтоб тряпкой взял и протер. Размеры у них супер странные. 36-38, и многие писали, что окей. А дальше 39-41, по-моему, что-то такое. Ну, короче, типа, у тебя 36, значит, бери 36-38. Они должны быть мягкими. Я никогда в жизни их не примеряла, как на таких подушках, типа, ходишь. Но давайте померяем. Если что, то всегда можно вернуть. Но я реально хотела что-то теплое. Выглядят они, конечно, очень весело, так сказать. Я, конечно, многое готова принять и понять. Но тут меня терзают сомнения. Ну, вот чем дольше я в них стою, тем больше привыкаю. Но они супер объемные, даже по сравнению с угами. Мы все-таки планируем когда-то поехать кататься на лыжи. И вот там как раз хорошо и тепленько должно быть. Ну, не знаю, они по размеру мне нормальные. Я понимаю, что это обувь не для всех, и большинство скажет, господи, какое уродство. Но ноге очень комфортно в них. Если знаете, какие-то ботинки прям теплые, только не кожаные и не уги. Потому что замшу потом оттирать после таких мест, где мы ходим с Микой, это очень-очень жестко. Я не готова каждый день чистить свои уги. Мне их просто-напросто жалко. Эти купила с очень хорошей скидкой. Почти, ну, не в два раза меньше, но практически. Где-то на 40, наверное, процентов дешевле. И серебристые не так пачкаются, как черные. Вот. Не знаю, как выступлю тут в этих ботинках. Я даже не спрашиваю, как вам. Потому что я понимаю, что большинство скажет, что это просто какой-то кошмар. Но ходить-то мне, и главное, не мерзнуть и не болеть. Вот что я вам скажу. Ну, я подумаю. Ну, по размеру я не чувствую, чтобы они мне довели. Говорят, что они еще и притаптываются внутри. Потому что чувствуешь себя вот... О! Знаете, как-то я выгляжу, как космонавт. Как будто идешь на таких подушечках. Но я знаю, что многие, кто реально ходят там, где-то гуляют по такой территории, где не хочется выглядеть стильно, а главное, чтобы не замерзнуть и не заболеть, выбирают такие ботинки. Ну, также писали мне, что они для асфальта не пойдут. Но мне не по асфальту ходить. По асфальту я могу ходить и в кугах. Но здесь вот резиновая подушева. Дальше все супер плотное, и я еще и повыше. В общем, я думаю, что в шоке с моей покупки. Но, вы знаете, я не хочу болеть. И это первое, что меня волнует, чтобы я не замерзла. Ну вот, начало положено. Будет пышнее, ярче, красивее, наряднее. Не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока!